Семинар Наиболее часто жалуются на боли в области сердца. И тогда мы должны их обследовать. Посмотрите, какие проблемы с сердцем. После того, как обследовали, им говорили, что у вас проблемы с сердцем. А проблемы со здоровьем, оказывается, какая-то есть. Какие, в принципе, жалобы, с которыми обращаются пациенты, помимо болей и боли? Она может быть справа, она может быть слева. Ну, такие приступы затрудливого дыхания. Это одна же приступы экстрасистемии, приступы тухокардии. И нам приходится проводить депрессионный диагноз с известными совершенно формами. Исключать ишемическую болезнь сердца. Исключать проблемы с щитовидной железой. Исключать проблемы с органами дыхания. Вот так стоит приблизительно вопрос, с которым обращаются наши пациенты. И понятно, что после того, как исключили, мы исключаем что-то. А что делать дальше? Что делать дальше? Практически не знаю. Потому что назначать сердечные препараты. Ну, не сомстераток, а назначать миоралаксирующие препараты. Да, они вообще помогают, но эта помощь, ну, такая неполная. И абразивающие эффекты нет. А обезболивающие препараты, ну, по медицинской доктрине, назначать обезболивающие препараты нужно в тех случаях, когда уже диагноз совершенно ясен. И чтобы не маскировать картину основного заболевого. И вот физиотерапевтические какие-то имеют приятные. Да, это возможно. Но какие и куда воздействовать? Дальше вместе мы с вами разберемся, откуда эти проблемы могут идти. Ну, вот боль. Откуда эти проблемы? Более никак. Ну, традиционно, да, от состояния зависит на полный двигательного аппарата. Ну, в данном случае состояние влудной клетки. Выбор? Завершен. Вообще, это очень сложная система, на самом деле, организация. Но представьте себе ситуацию. 72 сочленения в грудном отделе позвоночника. 72. И вы понимаете, что организовано все так, что существует четкое взаимодействие антагонистов. Значит, вдох-выдох. На выдохе должны напрягаться мышцы, которые опускают рёбра, на вдохе, и отлично подогреваемые матери. И этот механизм, он заложен вообще в... Ну, у человека, ну, и в животе, он генетически заложен, и он реализуется. Он организован определённо на разных уровнях центральной нервной системы. То есть, идёт определённая афферентация, и эта афферентация преобразуется в двигательного аппарата. И, таким образом, мы не задумываемся над этим. Через автономную нервную систему происходит. Впрочем, он происходит автоматически. Но, представьте себе такое, что... Значит, вот этот афферентный сигнал, который чаще всего... Чаще, а постоянно идёт с мышцами, он в каких-то случаях идёт не с мышцами. А из ткани, которая расположена рядом. Ну, это может быть социальная ткань. Это может быть связочного аппарата. Что в таком случае происходит? Допустим, это нарком югитмузык мультиплюс. Значит, человек делает вдох. Всё идёт нормально. Лишь в одном сильнике. Этот вдох останавливается. Почему? Он ребро плотировано. Мышцы, которые опускают это ребро, они находятся в состоянии повышенной ирритации. За счёт чего? За счёт того, что есть какой-то афферентный сигнал. Мы будем говорить так, левый афферентный сигнал. И он автономен. Он поддерживает мышцу в укороченном состоянии. Вы делаете вдох. Она растягивается. Идёт теперь уже афферентный сигнал с мышц. Вот этот двигатель сигнал. И он идёт каким образом? Он идёт на антагонизм. То есть на мышцы, поднимающие ребра. И говорит, что нужно остановить этот режим. Потому что мышца растягивается и возникают болезненные ощущения. И это движение должно остановиться. Но, естественно, он не останавливается. И тогда это ребро начинает играть роль пятого колеса артельника. То есть каждый раз, когда вы делаете вдох, Идёт сигнал. Стоп. Опять выдох. Нормальный. Сигнал. Стоп. Представьте себе, что, допустим, такая блокада, она находится не в одном переднем сигнете, а в трёх переднем сигнете. Что мы сейчас почему-то делим. И вот это, вот это левый афферентный, И вот эта операция, она полностью дезорганизует адвы хранит. Постоянно. Идёт сигнал о том, что эхранник ум не умеет совершенно вернуть. Как преобразуется вот этот сигнал на уровне центральной нервной системы, когда она уже включается? Поскольку, если есть проблема, она включается без обмотки. Ну, это может быть веки ощущения дружи, или вот нехватки воздуха, может быть. И это такая зеленая. Второе. Может быть вообще, поскольку сердечная деятельность, на неё тоже влияет вот этот сигнал, да, то там могут какие-то быть с более сердечной деятельностью. Поскольку есть ещё проблема в нижней шейном отделе, на уровне звезд, что когда афферентация идёт туда, то оттуда тоже идёт сигнал о нарушении сердечной деятельности. Вот в таком обороте находится этот пациент. И отсюда у него целый ряд жалоб возникает, то есть целый ряд проблем для пациента и для врачей. Ну, давайте посмотрим, как мы поступаем в этих случаях. Вот чувство нехватки у него, да? Наверное, какие-то невротические нарушения, да? И мы её справляемся в вашем штабе. Что мы делаем с ней? Купируем. Лечь. Да. Мы пьём успокаивающие аппараты, да? Ребята, вот пейте. Успокаивающие аппараты. И... да, и больному помогает. Потому что чувство страха проходит. То есть мы воздействуем на всю эмоциональную стену. И... Ворога им остаётся. Она никуда не убирается. Но... Это мне напоминает анекдот. Знаете, вот когда врачу приходит к пациенту. И... Что будет жаловаться? Что будет беспокоить? Он говорит, вот меня беспокоит доктор, что я ночусь по ночам. Ага. Ну, не вру. Не вру. Ну, это... Это не проблема. Вот увлекательный. Ну, поднимайте и приедете через неделю. Ну, через неделю он не приходит. А через две недели он вас встречает на улице и спрашивает. Ну, пациент, как у вас дела? Он говорит, ну, как дела будут? Он говорит, все будет хорошо. Ну, что вас от этого не беспокоит? Нет, доктор, не беспокоит. Перестали мочиться? Нет, доктор, мочусь. Но меня это уже не беспокоит. Ну, практически такая же история и здесь возникает. То есть мы на определенном уровне психоэмоционально решаем проблемы. Вот. А соматические проблемы, тем не менее, остаются. И действительно на этом фоне возникают какие-то кардио-невротические нарушения. Вот представьте себе доктор, что пациент находится в таком состоянии, да? Он же не знает, что. Доктора тоже не говорят, вроде все хорошо, а ему это беспокоит. И у него, наверное, вызывается такое обще-невротическое нарушение. И то, что мы называем кардио-невротическое нарушение. Ну, в чем проблема? Ну, вчера затрагивали такую проблему, что, конечно, мышечные нарушения здесь играют. Вообще, надо сказать, что вот со школьной скамине еще наши учителя говорили о том, что существуют две системы. в организме. Это сома и висера. И вот существует еще взаимодействие между соматическими и висеральными какими-то органами. Как это взаимодействие организуется? Вы знаете, мы очень много говорим о хронистическом подходе. И что нужно решать проблему в общем. А вот как в общем нужно лечить организм? Ну, как вылечить? Это на этот вопрос вам не дадут ответы. Потому что, когда что-то конкретное, это понятно. А когда в общем, это не очень-то понятно. Нужно понять хотя бы, как это общее организовано. И как оно организовано. То есть, вот видите, в процессе развития медицины, мы поняли, что мы состоялись в мире. Это какая-то минимальная частица организма, но которая представляет весь организм. И сейчас мы очень знаем, что в мире можно и получить другого человека. И на этом уровне понятно. А вот на уровне системной организации организма. Как вы можете сказать, что является единицей системы? Склятка это ясно, да? А единицы системы. И здесь мы вспомним вещи, которые нам тоже, они известны со школьной скамейной. Но мы вспомним такое понятие, как метамир. Метамир это та часть организма, которая имеет анатомические определенные структуры. И имеет связи между структурами и надсегментарные структуры. И вот эта единица, этот метамир, он определенным образом организуется. Как организовать? Вот если мы говорим об общей реакции организма. У человека понятно, да? Вы иголочкой его троните, да? И он такой, что реагирует, да? Сгибание на эту сторону. А как организована эта единица в организме? Мы можем посмотреть на следующий пример. Если вы помните, есть такие, они сейчас есть, да? Кремлевские таблетки. Знаете, что такое? Использовали. Вот если вы даете эту таблетку, глотаете пациенту, она проходит по желудочно-кишечному тракту, и она останавливается в большей части там, где есть пазм. Она дает компульсацию. Идет расслабление и останавливается перистальти. Но поразительная вещь, что вместе вот с этими основаниями перистальтики и улучшаются соматические проблемы. То есть проходит боли в позвоночнике. Это говорит, что воздействуя на внутренние органы, мы можем решить проблему соматического тракта. Но механизм, я думаю, вам понятно какой-то. Мне достаточно будет сказать, что определенно то же самое мы можем сделать с обработкой, воздействовать на соматическую структуру и решить какие-то функциональные проблемы со стороны человеческого тракта. Но вы знаете, что и рекомендую делать все запоры, что нужно больше двигаться. Вот если больше движется, то из одного рациента находится в общем движущий. То есть через соматический смартфон. То есть это совершенно обоюдный такой процесс. И этот обоюдный процесс говорит нам о том, что что бы ни произошло в данном метамере, то как бы сигнал не поступил. И с висцеральным органом, и с соматическим. Реакция этого метамера... Вы понимаете, почему я говорю метамер, что мы уже говорили, что это функциональная егалуция в собственности организма. Это реакция этого метамера, и она происходит во всем метамере. А раз так, то если есть проблема внутренних органов, они проецируются на проблемы соматические, и мы увидим эквиваленты, определенные, как на экране, со стороны соматической структуры, напряжение мышц в данном случае. Укорочение, мы их называем. Почему? Потому что напряжение, когда это более короткий процесс. А укорочение, это движение связано с с мастуральными, с реакцией и так далее. И мы это видим. Это эквиваленты мышечные, сегментарные. И мы видим, что есть и эквиваленты со стороны кожи по кругу. Какие? Зоны затравлены, какие-то, да? То есть возникают какие-то составные частичные структуры, да? Возникают тоже какие-то нарушения, да? Но возникают и сосудистые нарушения, сегментарные. И есть какие-то неврологические структуры. Вот. Так что, это очень удобно для представления и понимания, что творится в организме. Когда мы исследовали соматические структуры, можно судить в состояние внутреннего органа. Вообще сейчас очень много техник есть. Есть техники висерального воздействия, то есть через внутренние органы, воздействие на соматические структуры. Но это просто показывает целостность организма. Но это не показывает, надо ли, например, решать проблемы позвоночника, да? Через, ну так, бужирование внутренний орган. Вопрос непростой. И я думаю, что не каждый врач должен этим заниматься. А тот, который, по крайней мере, занимается внутренним органом. Вот. Вот, приблизительно, такая как бы теоретическая основа вот эта тема, которую мы тогда занимаемся. Но у нас стоит такой вопрос. Разобрать больного, да? Я на примере больного. Вот все вот эти технические аспекты. Показать. Есть больный? Есть. Давайте попросим. Ну, вот. Вот. И расскажите, Инна, что же Вас беспокоит? Можно понять, что Вас беспокоит? Вас беспокоит проблему крупных суставов? Скорее. Скажите, а еще какие жалобы у Вас есть? Вы не так, а не доминируете жалобы, да? Ну, а вообще так, я думаю, что к определенному возрасту накапливаются жалобы. Одна, другая, третья. Какие еще жалобы есть с остальных, других органов? Я ничего не скажу. Эти вот гранины беспокоят, и все. А так все равно. Хорошо. Вас не беспокоит проблему? У Вас не бывает чувство склонности. Только когда я встаю. Только когда я встаю. А вот со стороны позвоночника? А с остальными, я встаю. И в грунтном возрасте. Или, может быть, у меня это более стабильное, может быть, и есть, и не для этого. Ну, понимаем. Ну, мы как бы так. Сейчас мы пока приостановим этот вопрос с коллегами. В шею мои рациональные, да? Ну, я так понимаю. А может быть, и есть. Головные боли беспокоят? Ну, так и бывает, но не так уж часто. Бывает. В какой части? В какой части? Только в висках бывают и другие. У Вас ориентальное давление каливается? Ну, это, в принципе, как каливается и накаливается. У меня практически как-то это. Ну, если каливается, то какие цифры бывают? Максимально и минимально. Ну, сто процентов. И выше. А выше сколько? Ну, сто процентов пять. Сто процентов пять. Ну, Вы знаете, вот я врачом пила в Тринтал. И вот Тринтал у меня, примерно, второй. То есть, Вы принимали Тринтал, да? В одной аксессии, вы ощущаете? Ну, примерно. Ну, только тогда я ощутила, что какое-то покачивание. Покачивание ощутило? Да. И в зале второй меня, по-моему, просил шестьдесят. Потому что на день у нас есть. Сто шестьдесят. Сейчас покачивание много. Ну, сейчас я просто принимаю. Скажите, а со стороны сердца какие-то проблемы? Нет, со стороны сердца. Значит, это... Как сказать? Ой... Ну, мы все... А, нет, прострелы. Прострелы? Прострелы. Боли боли, да? Да. Они как, вот, боли по ночам, днём? Нет, мы так не имеем. Ну, даже если, например, идти, на нём это ощущается. А так вот, в последнем минуте. Ну, так, кольнёт и сведо. Да. Кольнёт и сведо. Или даже не болёт, а опять кольнёт. Сижу. Кольнёт и сведо. При каком-то движении, да? Даже синий. Ну, он синий, да? Ну, он синий, да? Немножко, скажем так, на ныне в сторону, да? Да. И кольнёт, да? Да. А там быстро всё проживает. А потом проживает. А потом проживает. Хорошо. А сердце перенем? Ну, иногда, да. Варьере. Бывают. Бывают сердце перенемем, да? И как долго они проживают? Ну тоже, и не долго. Здесь возникали и праху. Да, и так далее. Хорошо. А какие состояния? Я бы сам был трону, да? Чувствую негладкий горд? Нет, такого не было. Скажите, со стороны лучше не слышать. Жар готов? Все, едите, да? Чувствую тошноты? Стул нормальный? У меня как-то резко все это. Правда, до этого я ездила, вот у нас получали самотой. Я четыре года, даже не четыре, а шесть лет подряд я ездила в этот самотой. У меня были какие-то боли, но я это не придавало значения. Съезжу вот в этот самотой, приму ванную. И все, мне на год хватало. У тебя это лет шесть с такой гордкой? Ну да, но такого не было последнего. У меня тоже есть маленький вопрос. Вот эти були сейчас, вот они сильно обострились. А какие-то световые дни бывают? Ну, вы знаете, я уже почти год к Юрий Алексеевичу пошла на лечение. И вы знаете, до него я вообще только могла ходить. Ходила, только принимая обезболивающие. А уже сколько, на протяжении два года, я сейчас вожу, я вожу. У меня, ну, только, правда, левая колена беспокоит. Со стороны, вот верхняя, со стороны руководства, какие-то жалобы есть. Немеют. Немеют. Среди русских, если есть, не любая. У меня, вот, мой отец, у него тоже, конечно, не знают. Проблемы с коленками? И, вот, какие-то половины тоже. А, нет, есть уставы? Ну, так пронесены картины, так мы не имеем. И сорок, отсюда. Еще можно спросить, какое-то лечение этим проводили? В течение этого года? Как это такое? Ну, я лежала в больнице, у меня это самое. Только откачают жидкость. Откачают жидкость и ведут колки-просбалок. Потом хотели везти еще одно ударство. Ну, так мы не могли везти, потому что неделя проходит, жидкость опять, опять. То есть это не только отрок, да? Не только боль, да? Да. Но еще и артрит. Это, естественно, что мы спали. Да, спасибо. А какие-то народные средства? Часто поэты у меня одинаковые средства. Ну, народные средства я и сейчас вот прочитала. Сталинники, вот, журналы. И до сих пор я часто травм отапливаю. Отапливаю. Скажите. А место? Место, что у нас нет, там, два это, туда-туда, какие-то листья, вот, капусты, там, вот это... Ну, это все я это... Ну, это, вы знаете, куда у нас придется, а по моей уже запущенности могу идти уже. Ну, ничего не по-моему, они... Сейчас я травм пью. Да. Да. Я ощутила. Спасибо. Значит, давайте подведем какой-то итог. Жалобы акцентрированы на крупных суставов, на коренных суставов. Все остальные жалобы, они, как бы, выходят на второй план, и они, как бы, там, скажем, письма в этой церкви. Иногда, конечно, иногда, там, скажем, сельские... Иногда какие-то... Какие-то мнения... То есть, вот, бывает, там, падение незначительное. То есть, там, правда. О чем это говорит вообще? По сути, потому что она пришла сейчас... А о чем это говорит? Что она конденсирована, там, неплохо. Полностью, в принципе, на неплохо. И вот в этой конденсации она существует. Вот, если мы посмотрим друг на друга, посмотрим на себя, то мы видим, что мы тоже конденсируем. У нас есть какие-то жалобы, но мы на них не обращаемся. Я специально стал сейчас говорить о основных жалобах, поскольку темы-то давали, потому что... И мы видим, что есть проблемы какие-то с... по-другому аппаратам, и шеи, и грудного отдела. Вот, давайте мы попробуем посмотреть всю эту систему, но с акцентом на... это, наверное, те жалобы, которые понимают и нужные люди, и о поисках средств. Мы это понимаем. Я думаю, что это дюрительная система, это система. И, скажем, если какой-то есть польза в этой системе, то, что мы обязательно скажем о других активах, в общем-то. Какие люди от нас уже, скажем так, позволяют нам в маках, и для их основных жалобах. Вот реакция, мы всегда хотим, от тех, 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 тех. Спасибо.